Тем самым молодые люди понимали, с какой девушкой можно заговорить для последующего сватовства, а с какой нет. Присутствующие на экскурсии представительницы прекрасного пола впечатлены рассказами экскурсовода. Сегодня они все встретились здесь, в музее краеведения, в рамках празднования Сесарицаи. Узнают интересные факты о богатом прошлом своих предков. Обе стороны нагрудника нашивались в карманчики. В карманчики ставились газыри. Для чего нужны были газыри? Когда было кремневое оружие, туда отсыпался порох для одного-двух выстрелов. Позже, когда появилось стрелковое оружие, их надобность отпала. Они служили как декор, то есть как украшение. Первые ингуши, совершившие хадж, кем была девушка по имени Аби, как на ингушском языке, называется женский пояс. Ответить на эти вопросы смогут на викторине все присутствующие, если, конечно, внимательно будут слушать экскурсовода. Как назывался тот камень, который венчает башню? Башню. Разводлка? Да, правильно. Молодец. Забудьте. Мари. Так, держи, карточки сохраняйте. По их количеству будет определяться победитель. Общенациональный женский праздник Сесарий Цей впервые был утвержден в республике 5 марта 1988 года. С этих пор он приобрел статус ежегодного и регулярно отмечается жителями Ингушетии. Исследователи до сих пор спорят о происхождении этого праздника. Они считают, что он уходит корнями в далекие времена матриархата. Другие, что он связан со знаменитыми амазонками, существование которых ставят под сомнение. Но одно ясно точно – в праздновании участвовали только женщины. И ни один мужчина не имел права даже издали взглянуть на торжество. Но сегодня для нашей съемочной группы сделали исключение. И мы с недавних пор возродили эту традицию. Мы очень часто встречаемся на различных площадках. При этом пытаемся максимально с пользой использовать это время. То есть не только рукоделие там присутствует, но при этом еще какие-то интересные спикеры дают актуальные, интересные лекции, читают. И, естественно, у нас традиционная ингушская кухня всегда присутствует на наших посиделках, женских посиделках сесарицей. Сегодня нас пригласил музей и очень интересная программа у нас намечается. То есть это будет интересная экскурсия для женщин, это будет интересная викторина для женщин именно на тему нашего быта, материальной, нематериальной культуры. И ценные призы тоже будут интересные в конце. Все женщины, мне кажется, уйдут отсюда отдохнувшие. Ингушский классик Идрис Базоркин в романе «Есть мы веков» очень подробно и красочно описал праздник сесарицей. В этой книге сохранены многие ныне забытые реалии ингушской жизни 19 и начала 20 веков. И основная цель таких мероприятий заключается в том, чтобы нынешнее поколение помнило о древних обычаях и традициях нашего народа. Ада Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.